всем привет с вами красильников это видео будет не совсем обычное в этом видео я поговорю о игре marvel о компании marvel это что она несет этот мир некая такая пропаганда некая такая к но овертона которые они пытаются расширить сейчас я вам расскажу вообще что в этой игре интересного я за нашел то что обычные люди не замечают и это не есть хорошо первое смотрю сейчас идет загрузка я буду попутно рассказывать что здесь я нашел игра называется marvel битвы чемпионов первое смотрим видите вот этот логотип логотип загрузки вам ничего не напоминает пентаграммы то есть кто-то скажет но это же это серёга ты придумал это на самом деле не так тебе только кажется ты притягиваешь теорию заговора за уши окей если я притягиваю теорию за уши идем следом что у нас по теории заговора у нас еще такие моменты что вы скажете на них то есть первое мы видим что то ли какой-то демон то ли что из ада да то есть это демоны которые делаются хорошими с которой можно сражаться которых вы за которых вы можете биться здесь чемпионы кто у нас здесь чемпионы давайте возьмем то ну я не буду говорить плохо это или хорошо потому что много игр есть на самом деле которые говорят про нежити которые говорят про там всяких орков здесь тоже в принципе можно сказать вот дракс ну кто кто следит за марвеловскими героями как бы понимаю да чем речь вином который вот выглядит драть информации который выглядит вот таким образом да то есть это такое какое чудовище непонятное вот например девушки информация героини смотрите как они одеты то есть пропаганда того что девушки должны вот так вот выглядеть даже по наружу сиськи большие тоже облегающие облегающая одежда а я хочу заметить что в основном то в игры играет кто в них играют подростки молодежь и вот эти навязывания игры навязывание героев как бы кажется что это не навязывание но на самом деле это идет навязывание тоже здесь нету каких-то закрытых частей тела в основном все вот так вот открыты и показываются с такой стороны что на сексуальное такое некое развращение парни и герои в основном это либо чудовище либо накаченные перекаченные герои редко где есть вообще адекватные тут тут по единицам пересчитать похожих на людей дальше мы переходим в задание бой снова загрузка пентаграмма если не если видите и она кстати более сильно выделена если вы заметите звезда перевернутая кто знает что такое пентаграмма думаю не надо рассказывать начинаем проходить задание для тех кто видит то есть глаз мы видим вот он который наблюдает здесь какая-то символика зеркала то есть ну кто понимает оккультные системы да как они действуют то есть вы видите зеркала вот эти глаза и это практически во всех заданиях такое появляется на низшие уровни вибрации переносит человеческое сознание ну кто кто понимает вообще про что я говорю человек ребенок в данном случае играю вот в эту игру он ну или скажем человек который у которого нету критического мышления который не понимает что это за символика и как она воздействует на мозг он будет постепенно думать что это ну круто вот эти вот эти пентаграммы не будет видеть кстати тут например кто смотрел фильм дэдпул тоже понимает что есть герои которых сейчас вывозят на на такие моменты что они как бы плохие но они хорошие то есть фильме вот например сейчас я вам покажу одного из чемпионов который вообще прям конкретная символика сатанинс сатанин ства масон ства все вот эту вот тему кто ей как-то интересуются сейчас я вам покажу его это наш недавний персонаж доктор стрэндж во первых у него у здесь вот если присмотритесь у него символ у него глаз и и в каждом задании когда он с кем-либо дерется он еще и держит определенную руки то его таким образом это значит символ дьявола и при сражениях он постоянно как бы показывает вот вот такими вот таким способом скажите ну это же он показывает но есть такая система когда человеку повторяют что-то когда на экране показывают разрад постоянно когда показывают какую-то символику когда в мозг ваш внушает ну кто разбирается на лингвистическом программировании либо подсознание да как работает подсознание то тот понимает что все вот эти жесты все вот эти знаки они постоянно если человек играет в это и не видит все это не анализирует как она работает то постепенно человеку начинает совсем иные иного рода мысли происходить и так что же в принципе я тут нашел самое самое конечно отвратительное то что здесь в этой игре постоянно мелькает сатанинская масонская и всякого рода нечистая символика то есть ну здесь вы не найдете сток жизни например вы здесь не найдете каких-то хороших вещей вы здесь найдете вот вот например стоит бабенка не это у нас шторм она стоит смотрите на ее грудь по полу раскрытая грудь глаза белые не зрачков кто это это ну демон далее символика первое второе это жесты те жесты которые показывают некоторые герои скажем тот же доктор стрэндж сюжетные комнаты это комнаты где проходят игры где глаза где всякого рода пирамиды сейчас попробую еще одну найти еще одна есть и так ну и следующая комната которая очень сильно захлымлено прям забита символика вы посмотрите будет она там видно сейчас попробую глаза здесь тоже практически во всех играх есть какие-то надписи на так скажем непонятном языке вот глаза если видите глаз это масонский символ и опять эти постоянно перед к после каждой игры пентаграмма как бы типа непалевно но сами видите выделяется и так подводя итог вообще всей игре которые вы сейчас видели что здесь как я сказал уже символика жесты героев сюжеты сюжетные комнаты вот с символикой дальше это навязывание определенных догм в головы но в голову людей скажем тогда те кто не понимает вообще что здесь происходит это голые герои накаченные герои же и женщины которые либо открытые скажем сексуально выглядящие плюс тоже немного перекаченные мужеподобные больше вот то есть это навязывание определенного шаблона для людей также это насилие потому что здесь в основном все друг с другом дерутся то есть нету такого что проходите вы просто там что-то выполняется нет здесь насилие как в принципе и во всех фильмах marvel если вы заметили нету ни одного положительного или не положительного героя который бы не убил кого-либо то есть это все время у них происходит убийство нормально ли это или нет конечно но уже судить вам итак что здесь я увидел это в первую очередь контроль сознания детей или подростков или тех кто играет не понимает систематический показ разрата сатанинская символика или масонская символика и назовите как хотите постоянное насилие и также ну наверное стоит сюда все-таки плюс включить да потому что тоже а минусом говорить как бы тоже неправильно да ну из плюсов я выделил все-таки три плюса это это нет видов крови когда они дерутся скажем как mortal kombat да где там вырывают позвоночник то там такого здесь такого нету здесь вида крови нету и герои не умирают то есть в самой игре они не умирают а просто уходят нокаут но при этом дерутся да то есть постоянно идет постоянно идут драки и хорошая графика конечно графика отличная но как понятно потому что марвел зарабатывает очень хорошие деньги на своих играх на своих фильмах но что эти фильмы несут какую какую мораль они несут кроме как убийство драки насилия и разрад и я больше ничего не могу сказать потому что но того что скажем из хороших качеств здесь очень и очень мало того что можно было бы отсюда взять как скажем ну если взять комиксы дисси где там есть супергерой которая боится лишний раз кого-то ударить даже да то есть он настолько идет себя подобающе и ведет себя достойно что не нельзя сказать о других героях того же марвела это как бы не не в плюс не в минус просто но наблюдайте за этим смотрите это ну чтобы это понять чтобы вами нельзя было манипулировать потому что когда придет момент вы будете потом подвержены этому влиянию и выбирать не какие-то хорошие вещи не там скажем не духовные вещи а выбирать вот эту сатанинскую хрень которая на нас пичкует ну и детей сейчас пичкают вот такие подобные компании как marvel всем удачи всем пока с вами был красильников подписывайтесь на канал а